В этой самой Европе главной. Да, далеко 3000 километров команды преодолели, чтобы... ...футбол из Баку. Де Назар, 10-й. Педро Родригес, 11-й. Матео Ковачич, 17-й. 18-й. Оливье Жеру выбирает у Найэмери расстановку с тремя центральными защитниками. Что это значит? Я лидиров это в соревновании, но сейчас турнир другой. И начали! Красно-белые футболки на Арсенале. Синий... Чтобы это перенеслось и в дальнейшем. Поэтому игроки стараются все делать четко на первых минутах. И Петер Чех в котором тайме два. Арсенал забил и довел матч до победы. Средство сократится. Трофейк, как это можно отделить, я не совсем понимаю. Ну, в общем, это вторая задача, говорил Найэмери. Главное, это кубок. Сейчас ощущать в твоем рассказе на месте игроков Челси. Челси с мячом как раз. Идем отсюда из воспоминаний. Пока, правда, это очень разведывательный футбол. Так, сейчас у нас подача Арсенала на дальнюю штангу. И... Настроение предматчевых... Хорошая позиция. Удар. А что произошло сейчас? Абамиянг вроде бы в такой... Педро. Азар не верит, мне кажется, их партнеров. Все хочет сделать сам. И делает сам, но не зарабатывает этот фолк, как показалось в части стадиона. Абамиянг не поставил Чеха на эту игру. Так, а сейчас решили поскандалить футболисты Арсенала у чужой штрафной. Абамиянг на локале в Ежеру. Большой специалист по игре головой. Итак, Азар, подача... Ой. Тридесятый номер. У тебя умел с Уджоком. Уже 15 минут. Вот опасно. Прострел. И угловой. Успелико это успевает. Кто не смотрел в течение этих 16 минут. А вот сейчас лицо на вороту. И падение. Руки. Решение. Фенальти. Фенальти. Не дай бог, который потом будет не исправить. Поэтому риску предпочитает надежность. Пока защита преобладает на дно. Фенальти. Но выглядел именно в игре здорово. Найлз на правом планке. Выкручивает на штрафную. Главой. Неплохо. Неплохих два прача. Надо все сначала начинать. Диагональная передача налево. Но мы знали, что мы получаем. Длинный пас. Ну-ка. Для КЗ. И Кепа застыл. Обретает. Неплохо комбинирует. Кажется, что по метру отжимает. Удар в соворот не было, да? Не было. Сейчас подача. Мяч летит. Кепа выходит из ворот. Перед ним. Клоранка шильный прострел. Джиру. Джиру. Прием. И отворот. Такая перс... Сам чистокол нот и понимал, что мяч не дойдет до ворот. Ну-ка. А сейчас вот дальний удар. Первый опасный удар, мне кажется, в матче. Азар. Дальше. Эммерсон. Удар поворотом. И подставлена нога. Покатит. Да, это был. Да, это он понял, что... Мне считается, учился. Азар. Стенка. Не точно. Бил ворота Давида Дехея. В домашнем матче Арсенала и Манчестер Юнайтек. Мечтам просто вильнул и ушел от вратаря. Дальше что? Калашинац опять. И бьет поворотом. Рикошет и... Подача. Опасный удар поворотом. Сокрайся под столетом. Обрал мяч. И не на кого навесить. Эммерсон. Расстрял. Жиру. Центр. Жорджини. Ой, здорово как. Эммерсон. Удар. Килл тащит мяч. Не проходит, не проходит пока ни стенки. Ну вот, пожалуйста, передача вроде бы под удар. Перевод на левый фланг. Вот сейчас может быть опасно. Атаки. Уже на исходе этого первого тайма. Прострел. А удар поворотом. Забыли. Нервы. А вот на дальней штанге увидит или нет? Увидел. А кто там добежит до этого мяча? Сейчас есть возможность. Опасная атака. Челс. И удар. Петр Челс. А вот это уже было тяжело. Классная атака. И опять... Хотя, может быть, тоже у него там не было суперэпизодов. Ковачич пытался продраться по левому. Делать, перевести мяч на дальний угол. Вратарской скинуть и... И ударить. Черт. Не вернулся после стандарта. Здесь он играет длинную передачу. И все. Ждет. Он что, отдаст? Отдал под прострел. Но Найлз успел вернуться. И даже... По-моему, обсайд был. Это сейчас только придумал. Никогда этого не слышал. Сколько лет футболь никогда этого не слышал. Очень часто так бывает. Первый тайм не по... Так-так. Аспелькуэта. Канте. Канте. Правый полузащитник Челси. Который стал правым полузащитником при Маурице Саре. Когда... Сейчас Азар снова берет на себя игру. Снова дает налево Эмерсону. Удар. Нет, это Жиру. Жиру открывался и... И опять успевает накрыть. Самый под... Ковачич. Эмерсон. Подача в травмную. Жиру и гол! И гол! Гоу! 11-й мяч! Говорит, что не празднуют, да? Потому что Арсеналу. Что ж, Жиру молодец. То, что он умеет лучше всего одним касанием переправлять мяч в ворота. И надо сказать, что Челси своим началом второго тайма заслужил этот гол. Ну, как все просто получилось. Что было еще просто играть ему. Говорит он себе. Подача Калашиноца. Ну что, ответ Арсенала. Нужен удар поворотом. Азар. Азар разбежался. Смотри как. Эх, любит он это дело. Да, на него... Пойдет в дриблинг. Подача! Локозет за спину ему прилетела. И уже Калашиноца не успевает поддерживать. Педро забрасывает на жиру. Уже там вся защита. Арсенал такой более настоящий финал. Да, и нерв, нерв чувствует. Пошел. Ничего не... Лез вперед. Передача. Срезка. Где удар? Кто пробьет поворотом? Кто Андрей? О, Зил. Пошла боевая игра. Кто кого через Калашиноца попробует? Да нет. Иначе мы реально назад. Или не все. Прострел. Подбор Торейра. Бьет через себя попытка. Ударить еще раз. Звало, что спалили. Но атака Челси уже продолжается после этого спорного момента. Удар поворотом. Двойной! Двойной! А вот теперь к суде могут появиться вопросы. А он будет обматывать? Будет? Может? Мне кажется, нет. Но это эпизод, который лег в основу голевой атаки. Да, это правда. Я не знаю, покажет нам или нет, но хотелось бы посмотреть. Эх, этот исписанный блокнот за эти матчи этого сезона. Продать бы его на аукционе. И Педро забивает. Все через паузу вынуждены. Пространства мало. Ох, перевод неплох. Пара. Педро, Педро, пас. Отличное касание и пенальти. И пенальти. Опа. Петр Чех никогда не был специалистом по отбитию пенальти. 3-0. Какой угодно. Корявый еще какой-то, но не такой. Корявый. А вот какой угодно будет сейчас. И гол! И гол! Я же тебе говорил. Айвоби? Нет. Неужели? А какой угодно-то, голевой! Становится интереснее и интереснее. Но я надеюсь, что нет таких зрителей у этого матча, которые выключили телевизор. Все по-другому. Ой, хорошая передача. И хороший подкат, который не позволит. Жиро будет ждать. На своей половине поля разгоняется Азар. Катит мяч. Жиро возвращает Азару! 4-1. Хоккей! Как классно, как классно. Сейчас разыграли опять отбор и быстрая атака. И Жиро с Азаром сделали замечательную атаку. И это супер гол. Мне кажется, сейчас мы подошли к рубежу, когда мы уже не за... Переживаем не за будущего победителя. Не за результат, да. А просто за красивый футбол. И он невероятно красивый в исполнении Челси. Очень эстетичная атака. Но и все началось. Формута от Сити. Разные были истории. Уже немножко издеваться начинают игроки Челси. И вот еще... И...